В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией лечить диагноз туберкулез у одесситов пробуют новыми методами. Одесские медики рассказывают о существовании 10 моделей амбулаторного лечения туберкулеза или терапии на самоизоляции. Из самых действенных выделяют видеодот, некий видеотчет пациента, с помощью которого врач наблюдает правильный прием препаратов. И смарт-боксы, при каждом открытии которого медработник получит сигнал о приеме лекарств обследуемым. Эти методы призваны оценить эффективность интернет-лечения туберкулеза на международном уровне. Усиление выявления ВИЧ-инфекции, раннее назначение АРТ ВИЧ-инфицированным пациентам позволяет на сегодня нам говорить о том, что мы приостановили темпы распространения коинфекции ТБ-ВИЧ в нашем регионе. Пришли к нам усовершенствованные уже эти смарт-боксы на территорию Одесского региона. Это такие чипованные коробочки, которые разделены на сектора. И они наполняются, медперсонал наполняет на 10 дней, наполняет эту коробочку противотуберкулезными препаратами. И пациент знает, что в этой ячейке лежит его суточная доза. Когда он открывает эту ячейку, доктору либо медработнику приходит сигнал на планшет о том, что этот пациент конкретно в это время открыл эту коробочку. У нас на сегодня 70% пациентов в области в условиях эпидемии ковида, они используют именно эти интернет-модели лечения. Коронавирус стал причиной увеличения количества поражений от туберкулеза и ВИЧ-инфекции. По мнению специалистов, пациенты, которые переболели ковида-19, имеют большую предрасположенность к развитию этих заболеваний. А нагрузки на систему здравоохранения могут стать риском для снижения уровня диагностики. Интернет-модели лечения подходят не каждому пациенту. Применение новых для региона методов согласовывается с лечащим врачом и расписанием суточного приема препаратов. За прошедший год Одесский регион занял первое место в Украине по количеству заболевших. 2171 случай, но несмотря на такие показатели, заболеваемость туберкулезом в области снизилась на 36%.